Здравствуйте! В эфире «Наше время» студии Михаил Ширин. Финансовый кризис в конце этого года больно ударил по населению страны, в том числе по наиболее экономически активной ее части, по предпринимателям. Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашим гостем. Председателем Алтайского союза предпринимателей Юрием Фрицем. Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил. Юрий Александрович, на конгрессе предпринимательских объединений, который прошел недавно, мы общались с некоторыми представителями бизнеса. И, по крайней мере, я для себя сделал небольшое открытие. На фоне простого населения предпринимателей, по сути, взлет доллара не волнует. Например, нефтепереработку, долларовые цены совершенно не напрягают, увеличивавшиеся, потому что там идет расчет в рублях. Представители сельского хозяйства говорят, что даже здорово, что доллар пошел вверх, потому что таких цен на зерно у них не было давно. Так все-таки падение рубля на какой части бизнеса сыграло негативно? Есть вообще такая? Да нет, несомненно, конечно, такая часть есть. Я боюсь ошибиться, но косвенно, кого-то это коснется впрямую, совершенно впрямую, особенно тех, кто импортозависим. Есть предприятия, которые работают на импортном сырье, на импортном оборудовании, и, безусловно, вот такой взлет доллара или евро, он их затронет. Есть, кого это коснется косвенно, но, тем не менее, все равно затронет. Даже те же нефтепереработчики, когда говорят, что впрямую их не касается, но на самом деле те же поставки оборудования, комплектующие для автомобильной техники, мы же сегодня видим, какие автомобили ездят по дорогам. Поэтому это коснется всех, может быть, не впрямую, не сразу, несколько позже, но коснется. Вопрос, насколько болезненный, потому что, как в любом вопросе, так и в этом, есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, вот сельхозпереработчики говорят о плюсах, что выросла цена на зерно, им, наверное, продавать будет легче, но давайте говорить прямо, а кто сейчас позволит себе купить, например, новый комбайн, да? Поэтому здесь все достаточно непросто, и каждому вопросу надо подходить индивидуально. В этом свете, в ближайшие месяцы, стоит ли ждать банкротств каких-то и, например, предложений о продаже готового бизнеса? Такие уже есть на рынке. Ну, вы знаете, продажа готового бизнеса не всегда связана с банкротством или с плохим финансовым положением. Может быть, кто-то чувствует, что для его бизнеса сейчас конъюнктура, продать бизнес, это нормальный бизнес-процесс. Мне сложно судить о возможных или невозможных банкротствах, но наверняка напряжение определенное будет. В первую очередь, наверное, коснется это тех, у кого достаточно серьезная кредитная нагрузка, да, и мы понимаем, что если будут пересмотрены ставки, а движение такое уже есть по кредитам, то обслуживать данные кредиты будет все сложнее. А если это будет сопровождаться падающим спросом на продукцию предпринимателей, то нельзя исключить и санации, банкротства. То есть, такие процессы возможны. Количественно я не берусь судить, как это будет выглядеть. Здесь больше зависит от того, как предприниматель сам готов подходить и решать свои проблемы, и вот адаптировать себя в новых этих кризисных условиях. И как будет вести себя, извините, власть, значит, будет ли какая-то помощь, поддержка тем, кто оказался в ситуации такой. А между тем, та самая власть на конгрессе предпринимателей все том же призвала выйти из тени предпринимателей, потому что, вот по словам губернатора края, порядка 20% всех задействованных в экономике края работают по серым схемам. По сути, это большое недополучение налогов. Вот сегодняшняя ситуация, она, наверное, не стимулирует вот этот самый выход из тени все-таки. Знаете, в экономике есть определенные процессы, определенные зависимости. Вот Алтайский союз предпринимателей не приветствует тех, кто работает в тени. Более того, мы ведем с ними непримиримую борьбу, потому что своей деятельностью, понятно, не уплачивая налоги, они создают реальную конкуренцию добропорядочным предпринимателям, которые платят налоги, которые в результате в конкурентной борьбе это и проигрывают. Поэтому здесь наша позиция однозначная. Другое дело, насколько сегодня у предпринимателя есть возможность, работая в белую, сохранить свой бизнес. Это тоже достаточно непросто, потому что, давайте говорить откровенно, налоговая нагрузка у нас сегодня достаточно высока. Об этом говорится на всех уровнях, я не открываю никакой Америки. И с этим надо работать, с этим надо делать, потому что в сегодняшних условиях, может быть, мы имеем поступательное развитие бизнеса, но, наверное, в сегодняшних условиях надо именно придавать динамику этому процессу, какие-то прорывные вещи делать. А это только можно через снижение налоговой нагрузки делать. Так вот, стоит ли ждать тех самых налоговых послаблений, о которых еще президент в своем послании говорил? — Хочется же. То есть мы ожидаем действительно, потому что реальность такая, что мир сегодня конкурентный. Вот на самом деле одно из преимуществ кризиса — это то, что наши товары сегодня, особенно те, которые идут на экспорт, они будут более конкурентоспособны. Другое дело в том, что их не так уж много, особенно в Алтайском крае, хотя есть большой пласт сельхозпереработки. Мы очень рассчитываем, что, и по крайней мере сигналы такие проходят и от президента, и от правительства, что снижение налоговой нагрузки оно будет. Главное, чтобы это не декларировалось на словах, а переходило в плоскость все-таки реалий и исполнений. Потому что пока мы замечаем, что налоговый маневр, который нам обещали, по нашему мнению, он не облегчит жизнь предпринимателей. Мы вообще считаем, что на сегодняшний день главным инвестором в Алтайском крае является малый и средний бизнес. Это тот человек, который здесь живет, работает и производит ту или иную продукцию или услуги. Так вот увеличилась ли поддержка со стороны государства, как это заявляет губернатор, для того самого малого и среднего бизнеса? Ощутили ли вы ее на себе? В этом году можете какие-то цифры, например, привести? Вы знаете, к счастью или к сожалению, лично наше предприятие не пользовалось этими видами поддержки. Но здесь, я скажу, что в 2014 году, да, реальное увеличение финансов, которые направляются на поддержку малого и среднего бизнеса, произошло. Но мы вчера общались с нашими коллегами, в том числе на конгрессе, в том числе из регионов. И, конечно, мнение неоднозначное. Некоторые считают, что вот такая раздача денег, не всегда целевая и акцентированная, она где-то кого-то и расслабляет. А где-то есть такие факты, и об этом известно, где-то есть, где необходимо вмешательство прокуратуры, потому что есть в этой сфере злоупотребление. Поэтому, я бы, на мой взгляд, тоже некий формат, ее можно подумать, как-то поменять, обсудить этот вопрос с предпринимательским сообществом и направить, может быть, более точечно, но именно по отраслевому признаку, более отраслевому. Поддержка не выбирать единичных предпринимателей по тем или иным критериям, а подойти к этому вопросу с точки зрения отрасли. Ну, например, комплекса. Да, комплексы. Зеленопереработчики говорят, что мы проигрываем, исходя из того, что наш регион удален, и транспортные перевозки. Но вообще, транспортные перевозки – это бич времени нашего региона. Хорошо. А если взять отрасль, которая наиболее близка вам, строительство, ведь она просела, по сути, просела в кавычках больше всего в связи с кризисом. Существуют ли у вас лично рецепты, как существовать в данных условиях? Ну, вы знаете, Михаил, я бы не согласился, что вот отрасль сегодня просела. Во-первых, спрос на жилье, он есть. И более того, такой виден определенный всплеск. К нам приезжают даже люди из Казахстана приобретать жилье. Ну, понятно, то есть на разнице курса. Вот. И сегодня продажи жилья достаточно активные. Меня смущает другое. То есть, что будет после Нового года, когда вдруг, не хотелось бы, но ожидается некое повышение процентных ставок по ипотечным кредитам. Да, тогда может быть вот какой-то такой эффект производится. А в целом отрасль работает. Значит, мы напрямую от доллара не зависим. Но элементарный процесс, вот я, допустим, комплектация электротехнической продукции, сегодня она выросла в два раза. Поэтому это не может не отразиться ни на себестоимости жилья, ни на конечной стоимости. Насколько, вопрос, сколько времени мы пройдем до того, когда начнут расти цены. Хорошо, Юрий Александрович, спасибо. К сожалению, наше время стекло. Спасибо, что у нас были в студии. Желаю вам удачи и удачного бизнеса в наступающем году. Я напоминаю, что у нас был в гостях Юрий Фриц, председатель Алтайского союза предпринимателей. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.